Как вы оцениваете настроение федеральных арендаторов сейчас и насколько они готовы выходить в регионы? Разноправные тенденции на сегодняшний момент находятся. Кто-то из арендаторов расширяется, продолжает расширяться и несмотря на ситуацию с 2014 годом, даже откорректировал свои планы расширения, экспансии в регионы в сторону расширения. Но большинство, конечно, сокращает свое присутствие, либо отказываются от объектов, открывающихся на настоящий момент, заявленных на какой-то момент, либо, в принципе, закрывают действующие магазины. Именно потому, что сейчас основной акцент делается на эффективности. Раньше делали на экспансии, на то, чтобы занять место свое, а потом уже зарабатывать деньги, как и питал сейчас. Первое акцент делается на эффективности, с моей точки. То, с чем мы сталкиваемся в регионах. Кто-то многие закрываются, в этом есть проблема. Как Вы оцениваете рынок региональных торговых центров? Как он изменяется? Какова основная тенденция? За последнее время на рынке региональных торговых центров появляется больше качественных объектов. Если раньше торговые центры напоминали некие крытые рынки, с небольшими помещениями, с очень сложной архитектурой, с неправильными концепциями, с малыми парковками, то есть сейчас эта тенденция изменяется. Сейчас реально заявлено к открытию очень большого количества региональных объектов, хороших, качественных, сделанных профессиональными компаниями, качественно заполненных и качественно продвигаемых. То есть поворот в сторону качества, он очевиден. Это произошло за последние 2-3 года, я думаю, что будет продолжаться в дальнейшем. Изменились ли арендные ставки в региональных торговых центрах с начала года? И как арендаторы реагируют на колебания валют? Переходят ли на рублевые договоры? Знаете, все зависит от того, в каком центре находятся арендаторы и о каком центре идет речь. За последнее время, за последние полгода получилось резкое разделение центров на 2 категории. Есть центры успешные, с хорошей локацией, с хорошей архитектурой, с хорошей концепцией, с хорошей проходимостью. Там ситуация практически не поменялась. Если в отдельных случаях предоставляются какие-то скидки преференции арендаторам, то временно. И там продолжают сохраняться долларовые договора. Там по большому счету сохраняется рынок собственников. Остальные центры, у которых есть ошибки в локации, или ошибки в концепции, или сложность с проходимостью, какой-либо нюанс не доработан, в них работает рынок арендатора. Там арендатор начинает диктовать условия. Там действительно приходится снижать ставки аренды, переходить от долларовых к рублевым нередко. В нашей практике мы идем навстречу некоторым арендаторам и переходим к рублевым договорам, но в процентном отношении. То есть мы завязываем многих арендаторов на процент. Таким образом нивелируется курсовая разница, и таким образом арендатор может в свои низкие периоды получать некую скидку по аренде. И, соответственно, в высокие периоды платить больше, но его это не особо напрягает уже. Каково соотношение федеральных и локальных ретейлеров к ваших торговцам? Если мы говорим по площадям, то приблизительно 60-70% занимают федералы. Если мы говорим по количеству, то где-то 50 на 50. В среднем, если говорить, то каков уровень конвертации из посетителей и покупателей в региональный торговый центр сейчас? Знаете, очень разные. Очень разные. Причем зависят даже не от уровня или качества торгового центра, а от времени его открытия, от того, какая маркетинговая стратегия производится. У нас он достаточно высокий. Могу сказать, что уровень конвертации, ну, в тех регионах, в которых мы работаем, в среднем получается где-то 10-11%. Это хороший уровень конвертации, я считаю, для регионов. Где-то больше, где-то выше, я говорю, в среднем по магазинам. Где-то, естественно, это отличается даже в рамках одного торгового центра. Какие проблемы возникают в отношении собственников и арендаторов в региональном торговом центре? Ну, основные взаимоотношения – это нахождение точек соприкосновения и перехода на партнерские отношения. То есть, если раньше была ситуация такая, арендатор садился, платил высокую арендную ставку, собственник получал арендную ставку, проблем никаких не было. Сейчас арендатор приходит и говорит, что у меня нет возможности платить арендную ставку, потому что у меня идет снижение потока. Но немногие из региональных собственников готовы высушить арендаторов. Хорошо, если есть профессиональная управляющая компания, которая может послужить неким промежуточным звеном и помочь найти точки соприкосновения, помочь найти одну аргументацию. В этом случае удается договариваться и с собственниками, и с арендаторами, и находить какие-то общие пути выхода из ситуации. К сожалению, не везде, не во всех объектах это наблюдается. Не секрет, что многие считают торговые центры в России одноликими, очень похожими. На ваш взгляд, как долго будет сохраняться такая ситуация, и насколько девелоперы готовы расширять пул арендаторов? Девелопер-то может быть и готовы. Насколько арендаторы готовы идти в объекты, особенно региональные. Если мы говорим о Москве, то здесь достаточно много центров появляется своим лицом, легко узнаваемых, как и в Питере. Если мы говорим о регионах, то в первую очередь идет вопрос о доходности. Рынок все-таки в регионах отстает от Москвы на 5-6-7 лет, в зависимости от региона, где-то и на 10. И там в первую очередь делают те же самые ошибки, которые делались вначале многими собственниками в Москве, в Подмосковье, в Питере. Нужно построить коробку, нужно заполнить арендаторами, даже если иногда не совсем правильная концепция. И дальше он будет приносить доход. Вот такая логика собственника. И до сих пор это там сохраняется. Поэтому те компании, которые активно работают в регионах, особенно федеральные компании, мы в том числе, идем навстречу с собственниками, мы очень много рассказываем, очень много общаемся в регулярном режиме. Не раз в неделю, а раз в месяц. После подписания договора мы общаемся с собственниками практически ежедневно, нередко по телефону, для того, чтобы объяснять все эти ситуации, все эти нюансы, чтобы собственник постоянно понимал логику этого бизнеса. Тогда он легче идет навстречу арендаторам, тогда центр имеет шанс выйти из любой кризисной тенденции.